Всем доброго дня, это Гелиоса и История России в двух словах, на пальцах. Что ж, повторяем и делаем вывод. Заполните таблицу внутренняя политика России при Павле I. Внутренняя политика была достаточно простой. Жесткое закручивание гаек, грубо говоря, для дворян и попытка ослабить давление на крестьян. То есть, дворян обложили налогом, а с крестьян, наоборот, налоги в некотором роде сняли. Хотя бы часть налогов и попытка облегчить жизнь именно крестьян. Такая вот, по сути, это была главная особенность во внутренней политике Павла I. Внешняя политика России при Павле I. Она была достаточно проста. Павел I не начинал войн сам, особенно наступательно. Он начал, по сути, только одни виды боевых действий, когда пытался как-то даже не столько вторгнуться во Францию, сколько защитить от вторжений Франции ее соседей, Италию и Швейцарию. Надо сказать, что ему это удалось. Перечислите важнейшие, на ваш взгляд, особенности правления Павла I. Ну что ж, на мой взгляд, главными особенностями была, это, конечно, попытка защитить крестьян. Это главная особенность. Он был, наверное, первым, вообще первым царем, ну, по сути, чуть ли не со времен окончания татаро-монгольского ига. Павел I был первым государем, который пытался облегчить жизнь крестьян. Не усилить крепостное право, а наоборот, ослабить его. Это очень важно. И жалко, что у него это совершенно не удалось. Ну и вторая особенность управления Павла I. Можно сказать, что он действительно старался не начинать войн, особенно захватнических войн. Показательно. В чем состояли причины заговора против Павла I? Причин было, по сути, две. Главная причина была в том, что Павел I покусился на могущество Великобритании. Покусился настолько сильно, что у тех выбор стоял либо смерть Великобритании, либо убийство русского императора. Убить русского императора, конечно же, было намного проще, легче и быстрее. А вторая причина, почему заговор, собственно говоря, удался, это в том, что Павел I очень не любил дворян. Он вернул наказание дворян, причем наказание плетью, то есть физические наказания для дворян. Он обложил дворян налогами, он сильно осложнил жизнь дворян. Это все страшно не понравилось этим самым дворянам, поэтому возникли очень много людей, которые ненавидели его и с радостью поддержали этот самый заговор против него.